Уже несколько лет жильцы дома по адресу Сухобатора 9 на максимальном самоуправлении. Несмотря на наличие ТСЖ, людям приходится самим решать проблемы обслуживания и содержания дома. В мае 23 года было решено в чате группа, что собственники будут скидываться и сами восстанавливать. Хоть потихоньку, помаленьку. Были заказаны лавочки, качелю посвесили, краску купили, много красили. ТСЖ-лидер получает зарплату, которую платим мы, собственники, не город платит. То есть и дворник должен работать, и председатель должен работать, и мастер должен работать. Но мы выслушиваем только одни оскорбления и унижения. В 2020 году мы уже рассказывали, как жильцы дома воюют с председателем ТСЖ Натальей Король. Здание пережило потоп в подвале и подъезде. Трубу не заделывали три дня. Случай, когда девушка пролетела в лифте седьмого этажа до первого. В подъездах и возле них копится мусор, электрик не везде вкручивает лампочки. А на этой неделе жители на собственные 22 тысячи вызвали трактор для вывоза со двора снега. ТСЖ не только не помогало, говорят люди, но и мешало. Когда был трактор, они стали пугать полиции. Мы вызовем сейчас полицию, потому что вы пригнали спецтехнику в наш якобы двор. Но это бред, это настолько бред. Люди ежемесячно платят до 10 тысяч рублей за коммунальные услуги, но не могут добиться отчета от руководителя ТСЖ, на что идут деньги. ТСЖ не делает ничего. Жильцы прошли уже несколько судов, чтобы поменять форму коммунального управления. За это время дом разбился на два лагеря. Одни по-прежнему хотят смены власти, другие скептически смотрят на потенциальную УК. Последние даже подали на апелляцию, чтобы оставить все как есть. Еще один суд с ТСЖ ведет отдельный житель. Его не устраивает плесень в квартире. В лидере считают, что это не их зона ответственности и рекомендуют приделать ремонт. Узнать мнение председателя ТСЖ Натальи Король нам не удалось. Поставить точку в долгой истории должен Краевой суд. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком.